Сегодня, 29 мая, Церковь вспоминает преподобного Феодора Освященного, священно-мученика Александра, епископа Иерусалимского, святых мучеников Вита, Модеста и Крискентию, блаженную музу римлянанию. Преподобный Феодор жил в IV веке. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей христиан. В 14 лет юноша тайно ушел из дома и поселился в монастыре. Вскоре Феодор услышал о преподобном Пахомии Великом, одном из основателей монашества. Юноша направился в Тавинистский монастырь, обитель подвижника, и остался там. Преподобному Пахомию было видение относительно Феодора. Старец сделал его своим учеником. Феодор быстро преуспел в послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Однажды Пахомий разрешил совсем молодому иноку выступать перед другими монахами с толкованием Библии и поучениями. Многие старшие монахи оскорбились тому, что учить их будет 20-летний юноша. Тогда Пахомий обвинил их в самомнении и гордыне. «Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие», — подчеркнул он. До самой смерти Пахомия Феодор заботился о своем учителе. Потом Феодор управлял Тавинистским монастырем, а позднее стал во главе всех обителей края. Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и даром чудотворений. В чине преподобных Церковь прославляет праведных монахов. Они избрали иноческий путь и в своей жизни стремились уподобиться самому Христу. Почитая преподобного Феодора Освященного, Церковь приводит в пример верующим его любовь к учителю, преподобному Пахомию Великому, восхищается его трудами и молитвенным подвигом. Мы просим преподобного Феодора, моли Бога о нас! Священный мученик Александр, епископ Иерусалимский, жил на рубеже II-III веков. Он был учеником великого учителя церкви и писателя Климента Александрийского. В начале III века Александр был избран епископом города Флавия Каппадокейская в Малой Азии. При римском императоре Септимии Севере святитель был заключен в темницу и провел в ней три года. После освобождения Александр отправился в Иерусалим на поклонение святым местам. По откровению свыше, его избрали соправителем престарелого патриарха Наркисса. Это чрезвычайно редкий случай в практике Древней Церкви. Епископ Александр управлял Иерусалимской Церковью 38 лет. Основную славу ему принесли труды по сбору и систематизации библиотеки творений христианских писателей. Священный мученик Александр скончался в темнице во время гоняния императора Декия. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил, «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели апостолом, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание своей веры. Мы просим священномученика Александра Иерусалимского, моли Бога о нас. Святые мученики Вит, Модест и Крискентия жили в III веке. Вит был сыном знатного сицилийского вельможи Гиллоса. Еще в юности Вит принял христианство. Господь даровал отроку благодать чудотворения. Он исцелял больных и обратил ко Христу множество язычников. Правитель Сицилии Валериан призвал отца юноши Гиллоса и посоветовал тому переубедить сына. Как раз в то время император Диоклетиан издал указ о гонении на христиан. Пострадать мог не только юноша, но и вся его семья. Отец ни уговорами, ни побоями не смог заставить сына отречься. Вита привели на суд. Валериан приказал пытать мальчика. В этот момент его протянутая рука отсохла. По молитве Вита Валериан получил исцеление. Правитель испугался и отдал отрока отцу. Тот продолжил искушать Вита роскошью и удовольствиями. Но христианин остался верен заповедям. Отец настолько ожесточился на сына, что решил убить его. Чтобы спасти Вита, его воспитатель Модест и кормилица Крискентия, которые были христианами, тайно увели его из родительского дома. Они скрывались в Италии, но однажды были схвачены. Вита, Модеста и Крискентию жестоко пытали и казнили. Спустя несколько веков мощи святого мученика Вита были перенесены в Прагу. По приказу святого благоверного князя Вячеслава Чешского, в городе был построен красивейший храм в честь святого Вита. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь чествует мучеников Вита, Модеста и Крискентию и просит «молите Бога о нас». Блаженная Муза жила в V веке. Рассказ о ней встречается в трудах святого Григория Двоеслова, папы римского. Он был знаком с братом Музы Провом. Эта история может показаться печальной, но вместе с тем житие блаженной Музы исполнено любви и надежды. Муза была еще совсем девочкой. Окружающие хвалили ее за благонравие, хорошее поведение. Но, как это не горько, полторы тысячи лет назад, как и сейчас, болели и умирали дети. И вот однажды во сне Музе явилась Пресвятая Богородица. Богоматерь была окружена такими же юными девочками. «Владычица небесная спросила Музу, хочешь ли следовать за мною?» «Хочу», — отвечала девочка. «Не делай же ничего плохого. А в тридцатый день я приду за тобой, и ты будешь с нами», — предупредила Преснодева. Так Муза узнала от Богородицы, что вскоре ее земная жизнь окончится. Девочка рассказала родителям о видении. Ее мудрости и любви хватило на то, чтобы мягко и радостно, без скорби и гнева, жить оставшийся срок. На двадцать пятый день она заболела, а на тридцатый снова увидела Божью Матерь. С радостными словами «Иду, иду, госпожа моя!» Девочка приставилась. Горе отца и матери Музы шло рядом с надеждой, ведь их дочь взяла под свое крыло сама Богородица. Через житие блаженной Музы Римской церковь напоминает нам о том, что у наших детей складываются свои отношения с Господом. Знание Бога, то есть непосредственное восприятие Господа внутренним чувством, живая связь с Богом — это результат личного опыта. Но родители могут сделать многое, чтобы воспитать в детях те качества, что помогут им узнать Бога — любовь, сострадание, стыд, раскаяние. Прославляя блаженную Музу, мы просим, моли Бога о нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова